Один ребенок родился как раз во время того, во время вашего участия в конкурсе. Как вы с этим всем справлялись? Очень большой был страх того, что я не успею. Успели? Успел, да, потому что у меня двое первых моих детей, они родились с моим присутствием, с моим участием. Мы все трое родов изъявляли желание проводить партнерские роды, да. И я очень боялся, что у меня с дочкой, когда дочка рождалась, тоже такая была ситуация, что был очень плотный график. И там пять дней подряд были концерты в разных городах, в разных местах. И я все боялся, что я не успею приехать на роды. И буквально через три часа после моего возвращения из последнего концерта домой мы собрали вещи и поехали рожать. А тут была ситуация тоже такая, я только вернулся из... Было несколько концертов за границей, и в перерыве между съемками как раз вот это все происходило. Между репетицией, между съемками нужно было, необходимо было съездить немножечко, как-то финансово поддержать себя, потому что дальше был очень тяжелый месяц прямых эфиров. И тоже опять-таки в черный раз боялся, что не успею. Но слава богу, что все очень размеренно, все тихо. У меня супруга, как всегда, показала себя спартанкой, потому что все творчества говорят, она какая-то необыкновенная. Все обычно уже в этом состоянии начинают кричать и активно как-то проявлять свои эмоции. Она говорит, у тебя просто невероятно, потому что до последнего молчит, до последнего скрывает, что что-то происходит. Ведет себя совершенно невозмутимо, никак не говоря о том, что с ней. И вот как раз за день до родов то же самое я ей говорил, давай вечером, давай поедем, ну хоть посмотрим, у нас уже как бы срок. Ну давай просто заедем, проконсультируемся, детей положим спать. А сами спросим, ну как вообще дела? Она говорит, нет, нет, все хорошо, если завтра ничего не начнется, тогда поедем. И утром в 6 утра она меня же разбудила, говорит, пора, да, уже пора. А вот как, меняется ли сознание у мужчины после того, как он поприсутствует все-таки при родах? Я вообще всем своим друзьям и всем, кого знаю, всегда советую, если кто находится в положении, обязательно побывайте. Вы обязаны пройти через это хотя бы с той точки зрения, что решается судьба твоего ребенка сейчас. Ты точно так же, как и врачи, должен быть на чеку и стараться сделать все возможное, чтобы твой ребенок родился здоровым. Ты принимаешь решение, супруга не в состоянии будет принимать решение сейчас, у нее совершенно другая задача. Ты, как мужчина, должен быть рядом и максимально поддержать ее, быть, я не знаю, там, подушкой для ударов, там, человеком, в котором она выгорит все, что она думает о тебе. Либо наоборот, тот, с кем, кто приласкает, кого обнимет, на кого опрется в тяжелый момент. Ты должен следить за врачами, чтобы их работа была слаженная, чтобы, ну, в общем, быть главой в этой ситуации. И обязательно понять, что это, что ребенок, которого ты держишь на руках, он не дается тебе просто так.